Для меня они учителя, преподаватели и наставники. Потихонечку, да, потихонечку, по чуть-чуть. Ну, заявили-то, заявили себя живыми, но вы еще не осознали себя живыми. Вместо того, чтобы защищаться, лучше всего идти в атаку. Вот народ пошел в атаку через оферты. Вы к нам оферты применяете, и мы к вам оферты абсолютно зеркально. Ну, выставил-то и что? А дальше-то что? Где, где результат? Где деньги ваши? Где ваши золоты? Где КАМАЗы, там, вагоны, золото, которые мы там прописали. И никто не поясняет, что дальше делать. А я тебе рассказываю, что делать. Потому что уже идут судебные процессы в районе двух миллиардов. Он создал прецедент. У него приняли этот иск и вынесли постановление о принятии этого иска производства. А персону такую-то, короче, почтой России перечислить там два миллиарда. Все. Это уже наслышан, по всей стране так народ делает. А этот мужчина, он доказал своими документами и все выложил в общий доступ, что билеты Банка России не являются денежной единицей, денежным средством. А тут он, получается, выставил на два миллиарда, и госпошлина всего лишь с 300 рублей запасла. И удовлетворяет иск. Ну, хорошо, у меня там типа два КАМАЗа будет этих бибариков. Меня закусило свой хвост. То есть она его нашла и укусила. Со временем всплыл паспорт. Все данные такие же, все то же самое. Его роспись стоит, его фотография, но при этом номер другой. То есть они сами взяли, вместо него выпустили. Без него на основании формы 1Т. Идти на жертвы ради того, чтобы достичь более значимой цели. Но я пошел на эти жертвы ради того, чтобы ради других, ради всеобщего блага. Вот эти видео заснять, чтобы высветить вот эту король Елену Петровну, которая год назад приняла совершенно необоснованное решение. В отношении всех жителей города Сургута. Золотая середина в чем? Молчать нельзя, но и скандалить тоже нельзя. Она начала комментировать. Она начала оправдываться. И это было видно. У должностного лица только две ценности. Должность и лицо. Воли у кого больше, у кого больше настаивания. Надо не терпением мериться, а настойчивостью. Да. Алло, Антон, привет. Слышу. Я писал тебе, хотел уточнить у тебя. Ну, я вот тут пересплатывал, но с женой твой суд последний, там, 20-й, да, оказывается. Где-то судья там по ходатайствам уходила туда-сюда. Я, в общем, ничего тебе по какому вопросу. У нас, в общем, ну, такая ситуация. Ну, это у каждого второго, наверное, сейчас кто-то более-менее понимает, чем дело в масочном режиме. В общем, мы что, зашли в магазин, отовариться. Ну, так, просто по пути. Даже не то, что мы хотели это вот действовать делать, а просто чисто зашли в магазин. Ага. Свердловская область. Ну, в курсе, в курсе. Я же там, это, на велосипеде рядом проезжал. Да. Ну, рады будем видеть, если вы едете. В общем, ну, это, ну, вот такая история. Мы с маленьким ребенком зашли, ну, чисто вот бананы, фрукты купить и, как бы, дальше путешествовать в магазин. И в чем вопрос? И, ну, вот такая штука произошла, что мы из нас без масок не обслужили. Нажали кнопку быстрого реагирования, служба приехала. Ну, и тут вызвали, она сразу вызвала полицию, что, ну, люди без масок тут и все. Ну, нам, по ходу, надо было, ну, как бы, мы реагировали так, что нужно было тоже полицию вызывать, чтобы и, чтобы он защищал наши права. Не то, что он приехал на их вызов, а что на наш еще вызов тоже, что он, мои права человеческие. Ну, и он должен был защищать. Все. Ну, и там приехал группа быстрого реагирования, потом полицейский сменил их, они уехали. В общем, полицейский, приехал один и на наш вызов, он, говорит, приехал, оказывается, и на их вызов. Ну, то есть одновременно он на два вызова приехал. И все. И определил сразу позицию, ну, юрлица, то есть он их начал защищать. Нас никак, ну, то есть вот два объяснительных, кто вы есть там, мы ему говорим, ну, так и так. Он, ну, для того, чтобы ставить административный там, ну, уже сразу, как административный, ты еще не выслушал, в чем делать здесь, он уже, ну, начал лепить вот такую штуку. Ну, мы как живые жители, в принципе, мы его возначили без физлица, без всего. Он говорит, я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, мы ему говорим, что живой человек, Антон, и живая женщина, он как бы, он удерживает. И я, говорит, не понимаю, говорите мне фамилию, имя, отчество. И то у нас по нашим, ну, ты в курсе вот этих всех событий, как должно быть. Слушай, Антон, давай покороче. В итоге что, выписали протокол, назначили за седина? В итоге, да, меня задержали там, Росгвардию вызвали, они вдвоем меня вытолкнули, в машину посадили. А жену и еще там женщина была рядом, как бы, это тоже туда, в эту, и увезли к себе. Вот, и там этот протокол, да, составили по 20.6.1. Дети с вами были? Ребенок был с нами, но мы, знакомая там была рядышком. Ну, они готовы были уже с ребенком туда, но она была ложная, ничего, но понимали, что это будет долгая история. И ребенка передали, успели, ну, женщина знакомая, она 4 годика. Их это да не остановило, да? Не останавливает их уже ничего? У меня вообще бесполезно. Они сказали, что с ней повезут, и как бы тут уже у нас не было вариантов, что... Так, получается, два протокола составили. На тебя по какой статье? 26.1 и жене 26.1. Мне хотели 90.3 за, ну, знаешь, вот, что я, типа, неподчинение власти, там. Вот я говорю, а где они подчиняются? Ну, что... Вот я акцептировал товар, не должны его продать. По какой причине не продают? Все, вот, вот, разберись, я тебя по этому поводу вызвал. Все, он... Давай заламывать руки, как бы, это разгвардеец помог, и все, они вытащили меня. На видео ничего не снимали? Не, а мы, видишь, мы зашли просто. Не то, что, ну, выйдет в этом. У меня под собой документы, ну, все распечатаны, что... Ну, по их законам, что 426-й, вот это все, 417-й, постановление правительства, ну, все это есть, но документов не было с собой. Мы просто, вот, чисто зашли в этот раз, купить бы нам все, больше никаких этих не было. Конституция у меня с собой такая была единственная, все, что я ему зачитывал Конституцию, все там, права и свободы граждан, и то, что не участвую в медицинских опытов. Он говорит, даже такое там есть? Я говорю, ну, есть, да, такое. Ну, Антон, Антон, подожди, ну, ты мне рассказываешь, как будто я, это, вообще этого ничего не знаю. Мне это по 10 раз на дню все рассказывают. Я понял, да. Смотри, что проблема? Ты не знаешь, как обжаловать протокол? Я, да, не знаю вообще, как действовать. И вот, ну, видишь, у меня такая ситуация, что если идти в суд, ну, идти в суд вообще, то нужно вот этот паспорт на проходной обязательно, не пропустят, потому что туда и без меня вынесут решение суда, получается, так. Правильно? Да. Паспорт мы, ну, априори не показываем, потому что мы объявили себя живыми через, хочу, СССР газету, вообще публично получается, 30 дней никто не... Ну, тоже, да, ты через НТВ, мы через СССР. И заявляли в участок 31 октября, мы папку подшили на 85 листах, как организовывать наша община, ну, живых жителей, как организовывать... Как быть в суде, если мы, ну, живые жители, что стоит туда идти или не стоит идти? Или можно писать, ну, письменно, в общем, как-то обжаловать вот эти вот протоколы? Ну, я вот, судя по разговору твоему, я, во-первых, слышу, что вы, ну, заявили-то, заявили себя живыми, но вы еще не осознали себя живыми, потому что я спросил, протокол на тебя составили, ты сказал, да, и на жену тоже, получается... Да, и на жену тоже. Ну, ты, получается, сам себя и жену признал физическим лицом, потому что протоколы не могут составить на живого человека и мужчину, и женщину. Там же персоны... Да, они, но, понятно, да, они, как бы, мы подписывали, как... Как написали-то? Владелец имени Антон... Подписали, да, там, все эти протоколы? В повестках, да. В повестках, а то, что нам протокол не вручили, ничего, мы там не писали, что мы получили протокол. Мы чисто в повестках в суд, вот. А, а вы протоколы не расписывались? Нет, 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 там мы даже не смотрели, нам неинтересно, говорю, что ты там себе там пишешь, вообще без разницы, это никак не относится ко мне. В принципе, нормально, тоже вариант, но на будущее советую. Если не подписываете протокол, то хотя бы на отдельном бумаге или чистом листе пишите свое возражение, что с протоколом не согласен, права не разъяснили, требует защитника, живой там, ну, все, что хочешь, спеши, все. Вот это все, и это, там, без ущерба, не акцептуя, без акцепта, без оборота, и требует приложить, приобщить к протоколу. И обязательно заставь его убедиться, ну, убедись, что он там, в протоколе есть прям графа в самом низу, это типа приложение к протоколу, чтобы он приложил вот этот листок. И все, и получается, по всем понятиям, ты с ними договор не заключил через протокол, но при этом свое мнение приложил к этому это. А еще можно на этом же листе чистом это написать оферту в конце, что в случае подписания протокола вы обязуетесь выплатить там такую-то сумму, вот такой-то персоне моей через почту России, и акцептам будет служить любая подпись любого должностного лица на нам протоколе, номер такой-то. Все. А вот смотри, у меня есть такая штука, они нам кусты выдели, ну, входящие, что мы... У нас были оферты там договорные от нашей страны, ну, которая вот организовалась община, получается, и там прописана, ну, очень сумма о взаимодействии между их, ну, фирмой, получается, мы там и фирму прописали, что с единицы, кафир лицо, и мной. Где там прописали? Там вот на 85 листах, там и публичные оферты есть, и оферты к Индии. Подожди, подожди, ты, подожди, я ничего не понимаю, ты начал с номера КУСП, откуда 86 листов взялось? КУСП, это перед тем, как нас задержали за 6 дней до этого, мы приносили им в, прям, ну, в милицию, в дежурную часть, но именно начальника документы, кем мы являемся, ну, что мы объявили себя живыми жителями, что мы есть и живые жители, что такие живут в городе, и оферты мы им туда, а взаимодействие с нами, то есть, если вы хотите с нами взаимодействовать, то вот я чекаю. У тебя есть эти оферты с этим, с отметкой, что они приняли? Да. А ты написал в этой оферте, что в случае принятия, там, что является акцептом? Там написано, что является акцептом. Какие действия? Она безотзывная оферта. Я понимаю, что безотзывная. Чё, и какие действия прописаны в качестве акцепта? Конклюдентные действия какие? При принятии, и что в течение 10 дней, если они не опровергают, то они акцептируют. Они опровергли? Нет. Ну, всё. Они даже не читали ещё. Ну, всё. А в чём проблема? Получается, они оферту заключили. Берёшь это, пишешь досудебное требование. Так как вы акцептовали оферту и составили протокол, то есть, вступили в взаимодействие, это, то требую за незаконное задержание, не, не пиши незаконное, за задержание, там, доставление, составление протокола. Короче, оказали мне определённые услуги, которые я не доказывал. Соответственно, поэтому, согласно этой оферте и расценкам, будьте добры выплатить такую-то сумму за каждую секунду задержания. Ну, ты прям точно сказал, там, каждая секунда, 832, там, триллиона, там, ну, написано, что вроде как они посмеялись сначала, ну, как бы, и так-то. Ты меня слышишь? Да, да, а с судом, это куда вот это вот всё? А, вы ещё ни разу не подавали, что ли? Нет. Так вы эту оферту сами писали, вы или где-то взяли? Нет, это мы оферту писали, у нас объединились люди. Ну, то есть, объединённые, по всей России, получается. Так, а что они вам не поясняли, что ли? У них нету консультантов, что делать с этой оферты? Вот с этой оферты они нам пояснили, что мы ходим по организациям, ну, то есть, МВД, ну, Роспотребнадзор, везде, везде, мы даём, и, как бы, они акцептируют. Ну, а акцептируют, это акцептируют. Что дальше-то делать? Вот я поэтому и ищу, у меня не хватает знаний, а... Так, а почему они... А почему они не дали чёткую инструкцию, что делать дальше с этой оферты? Не хватает времени у них разъяснить каждому у нас уже около 500 человек, кстати. Да ладно, да ладно, да не надо каждому объяснять. Снимается одно видео, размещается на Ютубе, всё. Ну, вот так вот у нас происходит. Вот я поэтому и более к таким компетентным людям, как бы, обращаюсь. Я просто, понимаешь, вот эти все оферты, я о них узнал ещё два года назад, даже больше. Ну да, ну выставляете вы, ну там кто-то триллион рублей, кто-то грамм золота, кто-то там в бриллиантах, как угодно. Ну выставил ты и чё? А дальше-то чё? Где, где результат, где деньги ваши, где ваши золоты, где КамАЗы там, вагоны золота, которые вы там прописали? Вот, вот, вот. И никто не поясняет, что дальше делать. А я тебе рассказываю, что делать, потому что уже идут судебные процессы. Буквально на днях вышло видео из Перми. Один мужчина поддал иск на ФССП, у него там сумма что-то в районе двух миллиардов. Он создал прецедент, у него приняли этот иск и вынесли постановление о принятии этого иска, этого производства. Чё он сделал? Он тоже вот так вот оферту выставил, короче, причём двойную оферту, без вилка такая, которая, если принимаете, одна сумма, если не принимаете, другая сумма, короче. Другая, ага. Вот, там даётся строк-три дня, предоставьте какие-нибудь документы, если не предоставили, тогда типа акцептуете. Ну там расписано, посмотришь, я могу тебе ролик прислать. Вот, а потом, через три дня пишется это досудебное требование, так как вы акцептовали, будьте добры, там, на мою персону. Ну, вообще на персону такую-то, короче, Почтой России перечислите, там, два миллиарда, всё. Они тоже проигнорировали, наверное, так же посмеялись. Он через три дня взял эту иску в суд и у него приняли. А в иске он требует не просто взыскать ту сумму, которую он указал, а в тройном размере, как ущерб, неустойка. Ну, прецедент в чём? В том, что, во-первых, приняли такой иск. Ну, я вот тебе сразу скажу, что я уже наслышан, по всей стране так народ делает. Принимает иски, да, у кого-то с проблемами, у кого-то нет, но принимает. Проблема в другом, в том, что они большую сумму требуют, и, соответственно, там, типа, судьи требуют сразу госпошлину большую заплатить. А этот мужчина, он доказал своими документами и всё выложил в общий доступ, что билеты Банка России не являются денежной единицей, денежным средством. На этом основании он оплатил только госпошлину этот 300 рублей. Понимаешь, вот, когда я подавал, у меня два года назад этот иск, то, что мне на 500 тысяч рублей эти вещи похитили полицейские. У меня там искал на 500 тысяч, и там госпошлину надо было где-то 7 или 8 тысяч заплатить. А тут он, получается, выстал на 2 миллиарда, и госпошлину всего лишь за 300 рублей заплатил. И всё, у него иск приняли, дальше рассмотрение, он вообще, говорит, мне даже неинтересно, я не хочу туда ходить, прошу в закрытом режиме рассмотреть без моего участия. Всё. Потому что, говорит, мне вообще без разницы, чем закончится, в любом случае это мне выгодно будет. Потому что, если удовлетворять иск, ну, хорошо, у меня там, типа, два КАМАЗа будет этих бибариков. А если не удовлетворят, получается, тогда все решения, которые были вынесены за всё время по офертам, они являются недействительными. Тогда, типа, верховный, там, есть причем, можно обжаловать. То есть, он так серьёзно настроен, я посмотрел, при этом он все документы выложил, пожалуйста, берите, пользуйтесь и делайте так же. Вот я тебе сейчас этот ролик пришлю, посмотришь. А там со ссылками, ну, что бибарики не являются денежные деньги. Я тебе ещё раз говорю, у него все документы, приложенные к видеоролику. Всё, понял, ага. Там их столько и 15 документов. Каждый отдельно, всё расписано, всё, всё грамотно написано. Не очень много, всё коротко по делу. Угу. Плюс, это вот то, к чему пришли многие. Сейчас многие вот на эти оферты перешли. Ну, они давно все перешли на эти оферты. Многие выставляли. Но никто в суд не шёл. Я ни разу не слышу, что кто-то в суд обратился. А вот за последние 2-3 месяца очень многие люди начали обращаться именно в суд. То есть, пишут досудебку, чтобы акцептовали, будьте добры, выплатите себе, короче. Они игнорируют, и всё, иск в суд. Ну, соответственно, это первый вариант, да. Это вот, как говорится, вместо того, чтобы защищаться в судах, там обжаловать их решение. То есть, это принцип защиты. Это именно право на защиту, как говорится. Вот. Вместо того, чтобы защищаться, лучше всего идти в атаку. Вот народ пошёл в атаку через оферты. Вы к нам оферты применяете, и мы к вам оферты. Абсолютно зеркально. То есть, я это давно называю, как это, змея подсунуть её хвост. Вот через это постановление о принятии иска, это получается, змея закусила свой хвост. То есть, она его нашла и укусила. А дальше, это принцип заставить её заживать этот хвост. Чтобы она начала его кушать. Ясно. Ну, то есть, вот у нас, получается, они акцептировали, ну, как эти, в МВД, да? Ну. А акцепт есть. Ты почитай свою оферту, как там написано. Вы вот все это, берёте чужие документы, бежите вперёд из песни, сейчас вот, типа, как волшебная палочка. Сейчас махну, и непонятно, что произойдёт, и, короче, всё, я спасён. А вместо этого, вот, возьми эту оферту и почитай внимательно. И разберись в каждом понятии, что такое оферта, что такое акцепт, что такое отзыв, акцепты и т.д. и т.п. Прочитай гражданский кодекс. Там это всё расписано по офертам и акцентам и так далее. Ну, а с судом, чё, как-то советуешь, как поступать-то? Идти вообще нету, вот, на два шестра. Я же тебе говорю, есть два метода. Либо ты защищаешься через суд, защищаешь свою персону, либо ты, ну, не свою за это, персону, которая, наверное, на это... Да, да. Владелец, в общем, из лица. Нет, как правильно выразить это? Она не твоя, потому что документы на неё не ты сделал, а они. Ну, да, я инфицировал её. Соучредитель ты, короче. Частично она твоя, потому что без тебя бы они не учредили, не создали бы. Хотя есть информация, что не создают без человека персоны. Когда один человек поменял паспорт или утерял что-то такое, заявил, уничтожил форму 1П и забрал паспорт с этой без росписи, так они взяли, потом, говорит, со временем всплыл паспорт. Все данные такие же, всё то же самое. Его роспись стоит, его фотография, но при этом номер другой. То есть они сами взяли, вместо него выпустили. Без него, на основании формы 1П. И получается, есть два метода. Либо через аферту идти в атаку и суды, либо через их суды попытаться защищать вот эту персону, с учредителем, которой ты являешься-то, по сути. И тут я тебе могу накидать несколько материалов, 5 или 6 роликов. Есть множество решений суда уже, ну просто очень много всяких видеороликов. Я тебе основные накидаю, и дальше ты по ним поймёшь, куда тебе двигаться, в каком направлении. Потому что у вас там, по идее, должно было быть расследование. Расследование – это самое главное. Вот эта статья 20.6.1, она одна из немногих, там их три, по-моему, только, по которым обязаны проводить административное расследование. Расследование, я так понял, они никакой не проводили. Быстро всё составили, и всё. Правильно? Да. Вот, это уже нарушение права на защиту. То есть это можно всё... Можно явиться вот так же в суд, если они у вас открыты, конечно. У нас всё позакрывались. Открытие. И представиться живым мужчиной. Тоже это всё попробует всё поснимать на видео. Это же тоже, это вот, понимаешь? Как тебе пояснить? Ну, я придерживаюсь принципа, творец испытаний не по силам не даёт. То есть если мне дали вот это вот, вот как я на этом велосипеде, в какой-то на Уральской, как я вообще мог заехать, и меня вот это... Я вообще не понимаю. Я поехал отдохнуть, и у меня была тяжёлая, жизненная ситуация, я думаю, хоть отдохну, это подальше от дома, на природе и на велосипеде. Нет, блин, и там вот правозащитой всё равно приходится заниматься, понимаешь? А потом понял, что мне эта ситуация не просто так дана. И потом я в этом убедился, потому что это дело было назначено именно той. И я потом понял, что это на самом деле это проведение творца-то, потому что именно это дело назначили именно той... Сначала назначили так называемой судье, которая пряталась от народа, закрывалась это в кабинете. Я её два года назад на видео это... То есть при неё выпустил. Я сначала обрадовался, думаю, о, хоть это, получится её высветить, показать всем, как она это... И напомнить ей, что она от народа два года назад закрывалась в кабинете. Правосудие РФ закрыто, я так назвал видео. А потом вдруг ни с того ни с сего приходит повестка о том, что в десятый судебный участок передали. Я смотрю, кто там это... Кто там чёрная мантия? А там король Елена Петровна, которая по лифтам год назад вынесла устные предупреждения. Лифты 8 лет были опасны для жизни и здоровья во всём городе. Она взяла устные предупреждения, вынесла. Устные замечания управляющей компанией. Ещё лучше, я вообще обрадовался. Думаю, о, я вот это заседание точно не пропущу. И вот, смотри, какие видео шикарные получаются. А где ваши видео, народ? Я вам сколько говорю, где ваши видео? Где наши видео? Мы только вот вообще начали этим заниматься. Вот только вот. Только изучать вот это всё, прорубь окно. Но я когда начал изучать, я изучал ровно месяц, не выходя из-за компьютера. Я просто не вылазив, только прерываясь, только на сон, на еду и на туалет. Я всё изучал. А потом я просто взял и начал. У меня пришло сознание. Если я сам себя не защищу, не обезопасю. Через себя, да? Не пропустишь это? Нет. Во-первых, у меня было очень много, слишком много информации, и мне нужно было её куда-то деть. Я решил её выплёскивать. Сначала ВКонтакте, потом Ютуб-канал открыл, потом Телеграм-канал, и так далее, и тому подобное. И тем самым, показывая себя, рассказывая всем, я себя, во-первых, набирался единомышленников. Народ видел, что я единомышленников так находил. Вы же так же нашлись, да? Увидели видео, позвонили. Ну да, да. Вот, и все так находятся. То есть через видео появились люди вокруг, и плюс к тому, это как вещественное доказательство. Меня потом это очень выручило, когда беспредел в мою сторону начался. И говорят, вот ты там сматерился, тут рукой кого-то ударил. Я говорю, что? Взять, я говорю, где было такого? И во-вторых, в Ютубе больше 200 видео, где видно, что я всегда культурно и вежливо общаюсь. То есть 200 видео, я говорю, где там, где? Покажите, на какой минуте, в каком видео, на какой секунде я там где-то что-то не так сделал. Нету такого? Да, факт, наверное, это очень. А вот ты как в суд заходишь, если паспорт там требуется? Ну так и захожу, что я их постоянно спрашиваю, культурно, вежливо. Без паспорта пустите? Нет, только по паспорту. Я им все равно, типа, а по удостоверению журналиста? А он говорит, нет. Я говорю, а по удостоверению инспектора общественного движения по борьбе с коррупцией? Тоже нет. Только паспорт. Я говорю, а почему только паспорт? И тут только с 20 или 30 раза одного из них пробило. Он говорит, а еще по водительским правам можно? Я говорю, во, видите? Знаешь, не только паспорт? А говорит, да. Есть военник, есть водительское удостоверение. Не важно, какой ты документ. Ну, это мое личное мнение. Ты можешь не так думать. Потому что многие, вот я знаю, живые мужчины и женщины, они будут возмущаться по этому поводу. Что вот мне не важно, какой я документ показал, главное высказать свое отношение к этому документу. Что это не ты. Документ это не ты. Расторгидисти себя. Нет, растождестисти. Что вот это документ, а вот это я. Как ты это скажешь? Не важно. Я это говорю, что я живой мужчина-человек, учредитель данной персоны. Венециарией, там, генеральный распределитель. То есть слова не важны. Главное, смысл. Что ты и персона, которая существует в виде паспорта только. Это разные понятия. И все. Ну, это понятно, да. То есть так зайти можно. Это все равно, что знаешь, но вот некоторые живые есть, которые... Не ходят по судам. Нет, которые делают себе бумаги, что они живые, и при этом показывают бумагу, говорят, вот это я. Ну да, все равно, да. То есть он на бумагу говорит, вот это я. То есть он не осознал, что он живой, что он человек, что он мужчина. Да, ему какая разница, паспорт у него или собственная бумага. Он все равно считает себя вот этой бумагой. Он говорит, вот это я. А скажи, здесь предел в судах. Есть, ну, приставам по всякой вот этой вот. Да, есть, конечно. Я потому что знаю, что наши приставы, ну, это как вот у тебя вот этот вот, как Казак или кто он там, я не знаю. Кильзанов. Кильзанов, да. Вот у нас примерно вот такого уровня все только. Все. И то, наверное, даже хуже, потому что я хоть что-то мог говорить. Подожди, Антон, ты мне не рассказывай. Я был в Екатеринбурге год назад, когда я вынужден... Это Екатеринбург, это Екатеринбург, это вообще разные вещи. Это тут вот судебные пристава набирались те, кто в 90-х наркоманил. Ну, в общем, из этой вот серии... Ну, ясно, ясно. Ты мне можешь это все не рассказывать. Я считаю, что проблема не в них, а проблема в тебе, в первую очередь. Я всегда ищу причину в себе. И даже если я не нахожу в себе, я все равно пытаюсь найти пути взаимодействия. И как тебе сказать, вот в Екатеринбурге то же самое было. Они поначалу меня вообще агрессивно воспринимали. Они меня пытали провоцировать. Подходили близко, толкались и все такое. То есть пытались уголовную статью мне навесить, что типа применение физической силы к исполнительной власти. И говорили грубо, и действовали грубо, и говорили, что у тебя побреем, и на лысо, и бороду сбреем, и все такое. Ну, всякие вещи говорили. В итоге, через сколько там, два месяца с ними взаимодействовал. В итоге меня пропускали мимо рамки, не досматривали, документы не смотрели. И мы с ними рыжали, шутили, как лучшие друзья. Вся проблема в том, что народ не хочет учиться, общаться вот с такими. Им проще назвать их дураками, всякими другими словами нехорошими, вместо того, чтобы научиться с ними взаимодействовать. Я постоянно учусь. Для меня они учителя, преподаватели и наставники. Это я понял. Но ты вот сказал два месяца, да? То есть два месяца у тебя ушло на обучение его. Нет, не его, а себя в первую очередь. Нет, ты обучился с ним взаимодействовать, но его правовую грамотность ты поднимал, получается. Потихонечку, да, потихонечку, по чуть-чуть. Вот, то есть тебе времени жалко на то, чтобы обучать их юриспруденцию и взаимодействовать. Так я же говорю, я же это постоянно двойную роль играю, и как ученик, и как учитель. Понял. Я у них учусь, и в то же время их пытаюсь научить чему-то. А когда они тебя не воспринимают, беспределят, ну, в изначальной форме, как вообще поступать? Так же мимо себя пропускать? Или как вообще это действовать? Ну вот смотри, вот я пришел на это судилище. У меня опыта не было. Смотри, на последнее судилище пришел, вот этот Кильжанов вышел. Начал предъявлять какие-то совершенно незаконные требования самоправством, рукоприквастом и все остальное. Ну да, можно, конечно, ему в ответ там это и пихнуть, и толкнуть, и нагрубить, и нахамить, и начать там по законам, и чего ты добьешься. В итоге вызовут полицию или сами скрутят. Да, да, да. Вот, соответственно, я, конечно, пытаюсь это все до них донести, но я уже четко знаю грань, которую я стараюсь бы это не пересекать. Как только это все накаляется до предела, до градуса, я иду на уступки и говорю под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Это я обязательно говорю. Потому что это необходимо озвучить для того, чтобы все знали, что ты действуешь не добровольно, это, что кон свободы воли в отношении тебя нарушается. И отвечать за все это будет тот, кто нарушил этот кон. Соответственно, вот там на видео четко видно, я говорю, хорошо, под вашей, это, под угрозой, под принуждением, под вашу ответственность. Я слышал, что ты говорил, да. Все, ну мне не трудно надеть маску, но я не считаю, что ее нужно надеть. Но если вот так вот ситуация сложилась, что мне, я решил пойти на жертву, я прекрасно осознавал, что буду требовать одеть маску, буду требовать пройти сквозь этот металлодетектор, и не отключат, хотя они обязаны предоставить возможность альтернативную, пройти мимо и досмотреть этим ручным металлодетектором. Я знал, что они этого не сделают, я знал, что они только паспорт потребуют, я все это знал. Но я пошел на эти жертвы ради того, чтобы вот эти видео заснять, чтобы высветить вот эту король Елену Петровну, которая год назад приняла совершенно необоснованное решение в отношении всех жителей города Сургута. То есть она не просто управляшку освободила от ответственности за лифты и убийцы, она просто, ну как... Подвергла каждого жителя, считай, опасности. Конечно. И моя задача, я понимаю, что да, у меня есть гордыня, у меня есть чувство собственного достоинства, но я пошел на эти жертвы ради других, ради всеобщего блага. И надел, но не маску, а вот у меня своя какая-то балаклава есть, я не знаю, как ее назвать-то, какая-то труба вот эта, которая тянется. И все надел. Ну, я мог прийти в пейнтбольные маски, понимаешь, у меня, я пейнтболом занимался, у меня пейнтбольная маска есть. Я мог в строительные, в маске сварщика там прийти по-разному. Да, с фарщиками, с зайчиками. Ну, это уже как, извращение, я считаю. Ну, понятно, да. Да, ну это все вообще, которое не нужно. А вот эту, вот за эту балаклаву мне никто еще ни разу ничего не сказал. Потому что она более похожа и визуально. Она не то, что похожа, она из ткани. А у них во всех постановлениях, там, этих рекомендациях, и этих указанных, маски, респираторы, либо там что-то тряпичное изделие. Все. В чем проблема? И мне намного легче дышать другим, потому что, во-первых, у меня вот это, которое растягивается балаклава, во-вторых, у меня усы и борода, они создают такой этот буфер. Да, да, у меня так же. И все? Я не ощущаю там какой-то особый дискомфорт. Но она слазит постоянно, и все. Да, я жертвую, но я соблюдаю баланс. Я не довожу теперь вот все, точнее, не я не довожу, а я не позволяю всем, и своим, вот с кем я прихожу, кто меня поддерживает, они там пытаются это, я смотрю, они уже на грани, я-то стою в сторонке, молчу, они уже на грани, они не ощущают, что они вот-вот и все, и перешагнут ту точку невозврата, после которой уже совсем по-другому будут события развиваться. И тогда все мое вот это судилище, и вот это мое высвечивание, вот этой черной мантии, оно накроется медным тазом. И я их тоже останавливаю, и их останавливаю, и приставов останавливаю. Скандалы, вот понимаешь, золотая середина в чем? Молчать нельзя, но и скандалить тоже нельзя. Надо искать золотую середину, баланс. Когда ты не промолчал, сказал свое мнение, но при этом не устроил скандал. И все, и вот так мы пошли спокойно, тихонечко. Да, защищаем свои права, да, до определенной меры, но потом приходится идти на жертву ради того, чтобы достичь более значимой цели. Вот это у меня была самая главная цель заснять на видео и посмотреть в глаза вот этой черной мантии. Я видел, ты много раз там показывал. Да, и как-то заснять, показать, как у нее руки дрожат, и как у нее голос дрожит. Вот моя цель была. А ты вот эта правая рука, когда уходит, типа они крестики там ставят, или что, когда зачитывают? Не знаю, кто-то написал, что у нее типа в руках фиолетовая ручка была. Да, желание. В общем-то, все с теми. А вот скажи, ну, в зале суда, как вести себя, например, там, ну, как корабль, если получается, да, ну, по морскому праву, то где суша, это там, где люди сидят, да, наблюдатели, получается. Оттуда, значит, вести диалог, начинать? Или с любого места можно? Ну, я в этом еще не разобрался. Я там свободно передвигался. Захотел, затем столом постоял. Да, видел, да, 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 да. Ну, я просто думал, что ты, ну, как бы, что в теме, что куда встать лучше? Нет, нет, в этом я еще не разобрался. Но я разобрался в одном однозначно, то, что садиться ни в коем случае нельзя. Сел, значит, согласился. Да, да, да. Я ни разу там не присел, вот даже на суде над прокурорами. Там я себе позволял садиться, но и то только тогда, когда я захотел, а не тогда, когда они мне говорят, присаживайтесь. Они мне говорят, присаживайтесь. Я стою дальше. Проходит там 5-10 минут, я взял, сам сел, когда захотел, и все. Ну, по своей свободной воле просто. Да, а лучше всего вообще не садиться. Сел, это значит, согласился. Понял. Поэтому, когда ты стоишь, а судья сидит, получается наоборот, она с тобой согласна. Ну, у тебя, видишь, вот я вот эту судьбу посмотрел, такое ощущение, что она как будто, ну, как недалекая, что ли, такая меланхоличная. Ну, вот у нас, у нас нет таких судей, просто нету. Они просто орут, сразу же сходу орут, и все, вот, как неадекватно. Я тебе сразу скажу, это, король Елена Петровна, это просто уникум. Ну, она играет этот уникум. Она, как тебе сказать, она очень такая, ну, якобы добрая такая, все, все, давайте вместе там решим, звонила приставу, и все такое. Но это не ее заслуга, это, можно сказать, наша совместная заслуга, потому что за два года, чем больше у меня судебных заседаний, этих, кавычках, судебных заседаний, тем лучше все себя обведут, и в том числе и приставы. Потому что даже вот тех, которые вел заседание, точнее, присутствовал в Черной Мантии на заседании над прокурорами, когда было судилище, вот, даже он, вот он там себя немножко дерзковато вел, он даже позволил себе высказать сомнения в моем здоровье, что, типа, обратитесь к специалистам, если вы не понимаете к медицинским, даже он, вот, когда я буквально за неделю до последнего вот этого судилища был, что-то там не надо было в городском суде, даже он, я к нему пришел, говорю, а, мне эти постановления не выдавали, я говорю, а почему мне одно выдали, а должны, я же писал, мне надо пять, так он встал, пошел вместе со мной, я говорю, завизируйте, а вам все равно, типа, не выдадут, пойдемте с вами, он вышел, пошел со мной, спустился, это, с четвертого жена на первый, сам вместо меня в канцелярию зашел, там что-то поговорил, порешал вопрос и вышел, выдал мне бумагу, говорит, все, я вам завизировал, и то есть, даже он нормально общаться, по нему видно, что у него чуть ли не зубы скрипят, но, он вынужден так себя вести, то есть, вон как, сначала, войти, вот как они, доверяете ли вы судью, судье, так я тебя первый раз вижу, а когда ты уже два года ее видишь, и она тебя, тогда уже можно говорить, а доверяете ли вы судье, или там приставом, получается, да, тебе нужно, ну, ну, она, она совершила ошибку, она начала оправдываться, когда я заявил, что, типа, вы, это, там, про лифте я начинал, она начала оправдываться, это четко видно, что нет, это не я, я вообще вас первый раз вижу, и все такое, то есть, она начала комментировать, она начала оправдываться, и это было видно. Так он может быть коротким, да, получается процесс, если вот, ну, к примеру, я пришел туда, и вот ты 19 откуда-то нарыл, там, этих документов, что, ну, предоставить, и что она судья является, у тебя тоже приобщено это где-то, нет? В смысле приобщено? Ну, к видео есть, что, какие должны быть документы у судьи, вот эти 19 документов, ну, чтобы запросить, ну, таких, слушай, таких документов, которые, вот именно, требуют у судьи предъявления документов, таких документов очень много в интернете, я просто пролазил в интернет, у меня, во-первых, своя заготовка была, где-то на 15 или 20 документов, что-то такое. ну, ты, в общем, сам собирал, конечно, я же не просто лазаю по интернету, и смотрю ролики, и перекидываю из одного чата в другой, я все это систематизирую, в отдельные папочки, там, там чуть собрал, тут что-то собрал, потом, допустим, вот, какая-нибудь ситуация, я не знаю, там, ну, допустим, ЖКХ, ничего не скидывают, я посмотрел, вроде интересно, вроде образцы приложены, скинул папочку, потом посмотрел, хоп, возникает ситуация по ЖКХ, я открываю папочку, все это посмотрел, соединил, хоп, готов документ, все, они, потом, не мечусь, не, как тебе сказать, шоки, ой, где, что, как, куда, надо сейчас весь интернет посмотреть, и все остальное, а там у меня все уже четко лежит, я знаю, посмотрю, буквально, там, 3-4 ролика, которые я отложил, плюс еще документы почитаю, и все, я уже знаю, куда двигаться, в каком направлении, понятно, понятно, что, что не знаю, как все равно действовать, идти в суд, или не идти, или по, как, как сказать, по аферте, а я, а я на твоем месте, и так, и так сделал, только я бы не просто, в это, в это здание, под названием суд, в кавычках, пошел бы, я бы пошел именно с видеокамеры, и каждого бы вылетел, я и так пойду, с видеокамерой, это 100%, понимаешь, пойти с видеокамерой, это, это одна десятая, от того, что нужно сделать, потом тебе нужно узнать их, тебе нужно правильно вести себя, во-первых, во-вторых, каждого, чтобы высветить, тебе нужно у них, удостоверение, личность, должность, полномочия, все установить, звание, нагрудный знак, сколько звездочек на погонах, ваше удостоверение, когда он показывает удостоверение, просишь маску приспустить, чтобы удостоверить личность, просишь маску приспустить, чтобы удостоверить, это, сверить с фотографией в удостоверении, потому что в удостоверении-то нету маски, логично? Да, конечно, понятно. И вот это все на видео показываешь. Вот про такое видео я тебе говорю, когда ты четко знаешь, что ты не просто повесил камеру и забыл про нее, и что ты там делаешь, а ты все делаешь ради того, чтобы все это, чтобы их, вот эти, не персональные данные, а данные должностного лица, я высвечиваю не должностных лиц, а их преступления, их правонарушения, которые они совершают, а высвечивать одно должностное лицо очень многого стоит, потому что это вот как их разыски из милиции, помнишь такие доски объявления были? Вот я то же самое делаю, только не милиция, а, не знаю, для народа, для творца, для всех, для них самих же, чтобы им потом стыдно было, возможно, если им будет, конечно. Так вот, что я делаю? Там на доске обычно вешают лицо, оно так и называется, должностное лицо, потому что у должностного лица только две ценности, должность и лицо. Лицо, лицо они под масками поспрятали, а должность они прячут, когда отказываются представиться. Соответственно, я делаю все возможное, чтобы они представились, показали удостоверение, и плюс еще показали лицо. И когда ты вот это потом показываешь на видео, у тебя получается, вот если стоп-кадр сделать на видео, там у меня всегда есть лицо, стараюсь показывать, должность, фамилиями, отчество, звание, где работает, что нарушил, вот, вот это называется высвечивание. А когда ты просто пришел и что-то там сказал, и вышел, и вот смотрите, ну и что? Понял. А я каждого высвечиваю, вот это король, вот это Кельжанов, пожалуйста, смотрите, вот они то-то, то-то тогда-то сделали. Полная биография, лицо есть, Кельжанов-то давно засветился, его фотографий много, и на видео, и фото, все, все есть. А вот король Елена Петровна, видишь, как она обмытна, тщательно маскировалась, и ни документы не показала, и лицо не показало. А по отбору камеры, как они действуют в себе? Ну, вообще, в суде отбирают, нет? Могут. Или надо ходатайствовать предсудебным писателям, что будет вестись видеосъемкой, как тут быть? Или просто там зачитывать, что согласно Конституции, согласно Конституции 29, или как лучше? Смотри, когда начинается якобы судебное заседание, она там вначале зачитывает права, все дела, останавливает личности, и по идее, ты только потом можешь ходатайствовать заявлять. Тут, на последнем видео, я ей просто, ну, она так и сказала, выгребенит, не даете провести заседание, типа, продолжить. То есть я перехватил, перехватил инициативу, и вот эти свои волеизъявления, да, там, у меня написано везде волеизъявления, а в скобках ходатайства-требования. А по тексту ни разу нигде там нету слова «прошу». А ходатайство это официальная просьба. То есть она, по сути, выполняла не ходатайство рассматривала, а мои требования. Я от нее требовал, я ее ни разу не сказал «прошу» и не написал «прошу». очень молодец. Тоха, ты где живешь? Город сургут. Может, ты и город будешь жить. А? Может, ты город и будешь жить. Не, там у вас рядом Новоуральск, закрытый город, не дай бог, я там где-нибудь по лесу буду гулять, опять зайду. Далеко это, далеко от Новоуральска. Я уже на велосипеде покатался. Но, с другой стороны, благодаря этому случаю я, видишь, вышел на король Елену Петровну. Знаки, это знаки? Ну да. Да. В общем, изучать, изучать это все. Да изучать это одно. Смотри, я тебе советую рассматривать оба варианта параллельно. Ты потом сам поймешь, как тебе идти, потому что у тебя внутри что-то срезонирует и скажет, нет, вот здесь вот это мне противно, а вот тут нормально. Первое, это я советую старый метод использовать, то есть метод защиты. Это, я тебе сейчас материалов накидаю, это там вот про расследование, про то, что требовало защитника, тебе не предоставили. Там еще, понимаешь, на стадии составления протокола можно так им это, ну, так защититься, что там протокол просто вообще рассыпется. Там можно писать ходатайство, можно отвод заявлять этому, кто составил протокол. Там очень много приемов и мало кто о них знает. И даже если ты это все пропустил, у тебя все равно много возможностей защитить эту персону. Соответственно, я тебе сейчас материалы накидаю, там все рассказывается, примеры документов, что делать, там есть уже дофига решений суда в интернете. Очень много кто как. Есть решение суда, которое отменяет вот этот 20.6.1 не потому, что человек защитился, а потому, что это незаконно. В обязанности полицейских вообще не входит выписывать протоколы по 20.6.1, если ты не в курсе. Да, сегодня в курсе. Вот сегодня в курсе стал. Вот. Соответственно, вот это все, когда ты молчишь и не знаешь чего-то, то ты, получается, это, согласен, ну, в ихнем понимании. Да, а когда ты говоришь, да это не так, вот тут это, вот это, вот ваши законы, вот по вашим же законам то-то, 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 они смотрят, ну, ну да, этот умеет защищаться. Так он, мало того, что умеет защищаться, он еще же может грамотно обжаловать. Когда обжалует, там, это, так называемый, судья первой инстанции прилетит, со стороны судей второй инстанции. У них же принцип курятника, тот, кто сверху, он это, ну, вниз все отходы идут, понимаешь, да? а тогда, получается, если он 20.6 не мог составить на меня протокол, ну, вот я вот сегодня узнал, у меня знакомый пришел ко мне, вот он говорит, так и так, что, и скинул мне, ну, что вот, была апелляция, типа, и тот сказал, что, как ты вообще мог пропустить такое, что полиция составила протокол на 20.6, и, ну, все, его отменили. Как, как вообще, ну, даже вот по этой ситуации, если действовать так, чтобы не ходя в суд, можно было его отменить? Как написать ходатайство, или как обжаловать вообще? Это автомат полиции, можно вообще написать на имя начальника жалобу, я могу написать? Ты вообще должен понимать, как вообще разваливается дело. Дело можно развалить несколькими этими вариантами, но самое основное, это исключить протокол, как доказательство, полученное с нарушением закона. Это о чем говорит, что при составлении протокола были нарушены какие-то законы, и вот ты должен вот эти вот мотивы, доводы свои полностью расписать. И ты можешь вообще в суд не ходить, к ним туда, на их территорию, можешь это через, во-первых, есть почта России, то есть заказным письмом, но это денежку надо платить. Во-вторых, есть интернет-приемные, ну, прямо на сайте суда, там безоплатно можно приобщить, но там может потеряться. В-третьих, есть электронная почта, там тоже может потеряться, они могут вообще проигнорировать и сказать, мне ничего не получали. И в-четвертых, есть газ правосудия, там уже вообще никак не отвертится, можно в электронном виде подавать, и тебе там идентификационный номер выдастся, все, там все четко, там прям сразу ты видишь, приняли, не приняли, если отклонили, то прям... Как называется? ГАЗ? ГАЗ правосудия. ГАЗ, да? Или ГАЗ? Геннадий, Анатолий, Сергей. Сергей, ага. Есть еще какой-то пятый способ, а, вживую занести. Вот пять способов отправки. Вживую заносишь в двух экземплярах, а на одном тебе штемпель ставят, второй у них остается. Все. А, ну, в канцелярию не пропустят, я тебе опять присыл. Я тебе назвал пять способов. Понял. В канцелярию, то есть я к ним могу. Соответственно, ты можешь до начала вот этого заседания, когда они там назначили, накатать туда, это, короче, во-первых, ты можешь это оформить как свои объяснения, но лучше не объяснение, а именно это, как тебе сказать, ну да, воля заявления и там требую и все такое. Вот. И там пишешь, что протокол составлен с нарушением закона и подлежит отмене по таким-то, таким-то основаниям. А в конце пишешь, требую прекратить включить из материала дела протоколы, составленные с нарушениями закона и прекратить административное дело в связи с отсутствием события своей состава правонарушения. Все. В интернете уже вообще это вот просто это самое, как сказать, сейчас распространенное. Да, самая распространенная тема и все, кому не лень. И правозащитники, и правоведы, и юристы, и адвокаты. Очень много видеороликов именно по 20.6.1. Я тебе сейчас накидаю основные материалы, а дальше это сам смотри. Вот. И второй метод это то есть ты для этого тебе нужно там потратить буквально, ну не знаю, неделю, наверное, чтобы во всем этом разобраться, ставить грамотные документы, отправить и все. И дальше можешь через оферку. Даже если вынесут решение не в твою пользу, ты можешь обжаловать в течение 10 дней. Да, а потом еще апелляцию подать, а потом и касацию. Это можно растянуть на целый год. Ну и пусть год все такая разница, у кого больше терпения, то и выиграл. Не терпение, а наоборот боли, у кого больше, у кого больше на это, настаивание, скажем так. Угу, что, настойчивость, да. Надо нетерпением мерить, а настойчивостью. Угу. Ну все, что, есть еще вопрос? Все, нет вопроса, все, давай, все, 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 давай, благодарство. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»